Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Накал страстей на фондовых рынках пошел на спад после вчерашнего решения Центробанка США по ставке. Поэтому акции Азиатско-Тихоокеанского региона последовали премьеру Уолл-стрит и начали торговый четверг тоже на отрицательной территории. Также после крупнейшего падения за месяц на вчерашней сессии продолжили снижаться сегодня и цены на нефть. Куда ушли инвесторы и как это сказалось на валютных рынках региона, мы рассмотрим сейчас в нашем видеообзоре азиатской сессии 21 сентября. А проведу его для вас я, Екатерина Стихина. По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США оставила свою базовую ставку в сентябре без изменений. И сюрпризом это заявление не стало, ведь 99% рынка ждали именно такого решения от американского регулятора. Почему же тогда реакция на него оказалась такой резкой? А дело в том, что заявление ФРС принесло два сюрприза и оба ястребиные. Во-первых, прогнозы Центробанка по ставке на 2024 год оказались несколько выше, чем предполагалось. Даже если инфляция будет замедляться, первоначальное отступление от ястребиных настроек будет очень незначительным. А во-вторых, политики считают, что экономика США сохранит свой рост, даже если ставки будут подниматься дальше и дольше. Кстати, точечный график американского регулятора предполагает еще одно повышение в ноябре или декабре. Кроме того, количество возможных снижений в 2024 году снизилось до двух. Напомним, что на предыдущем июньском заседании таких снижений прогнозировалось четыре. То есть доллар США получил вчера мощный ястребиный сигнал от американского регулятора и не замедлил этим воспользоваться. А принцип движения ставки выше на более длительный срок примерно так же срабатывает и для американской валюты. Поэтому курс гринбека вчера в одночасье подскочил до отметки 105.20. За ночь вырос до самого высокого показателя с начала марта в 107,5 пунктов. Торги в Азии доллар США по индексу к шести валютам-аналогам также провел на повышение. Внутри ценового диапазона 105.40 и 105.70. Рост американца поддержала и доходность казначейских облигаций США. Причем двухлетний трежерис зафиксировали 17-летние максимумы, а долгосрочные десятилетние американские госбонды выросли сегодня утром до максимальных значений с 2007 года. Выросла сегодня до самого высокого уровня за последние десятилетия и доходность десятилетних гособлигаций Японии. Это, в свою очередь, помогло укрепиться чувствительной к разнице доходностей японской иене и притормозило вчерашний рост ее курса доллара США. Как мы видим на графике, японская пара провела азиатскую сессию четверга на консолидации внутри диапазона 148,10 и 148,50. После тестирования 10-месячного максимума на линии 148 иен 47 сен ее курс снизился очень незначительно до 148 иен 30 сен. И хотя в Азии пара торговалась преимущественно в медвежьей зоне, технические индикаторы по-прежнему склоняются в пользу быков и поддерживают перспективы дальнейшего движения графика вверх. Но даже если курс доллара к иене поднимется к уровням конца прошлого года, вероятность ястребиного разворота Банка Японии в эту пятницу остается минимальной. Что же касается поддержки национальной валюты, то Япония в любой момент готова использовать свои запасы доллара США, то есть вмешаться на Форекс и тем самым погасить слишком горячее обесценивание иены. Как заявил сегодня представитель Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, власти не исключают никаких вариантов ответа на действия валютного курса. С другой стороны, если движение иены будет проходить упорядоченно, без резкой волатильности, финансовые политики могут вообще не вмешиваться или ограничиться словесными интервенциями, как это произошло сегодня. Стоит ли удивляться, что позиция валют-антиподов в этой ситуации выглядит проигрышной по всем направлениям. Австралийский доллар остался без поддержки цен на нефть, которые сегодня в Азии продолжили свое вчерашнее падение. В итоге чувствительный к настроениям риска австралийц тоже оказался под давлением медведей и ушел вниз в район отметки 0,6413. В начале четверга снижение австралийца внутри дневного диапазона 0,6402-0,6455 почти свело на нет все его достижения роста на прошлой неделе. И хотя доллар Новой Зеландии получил некоторую поддержку на более сильных данных по ВВП, опубликованных сегодня утром, падению киви это не очень помогло. Торги в начале четверга новозеландец провел все-таки на снижение, продвигаясь в ценовом коридоре 0,5900-0,5951. Азиатскую сессию киви завершил все еще на красном индикаторе чуть ниже цены 0,5920. Также не стоит забывать о Китае – главном торговом партнере большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь по-прежнему обеспокоены экономическим спадом во второй по величине экономики мира и снижением спроса на рынки страны драконов. Так что похожие валюты региона теперь оказались полностью во власти всесильного гринбека. Например, индийская пара вчера нарисовала буквально отвесную линию на графике и под влиянием резво подскочившего американца в одночасье обесценилась до отметки 83,20. Как видите, динамика торговли на рынках может меняться очень быстро. И, конечно, не пропускайте наши следующие выпуски. Мы будем вам благодарны за фидбэк на наши обзоры. Делитесь своими мнениями, задавайте вопросы нашим экспертам. Команда группы компании ИнстаФорекс работает для вас. Впереди еще много интересного. Подписывайтесь и будем на связи. Продолжение следует...